Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик, на канал о красоте, уходе за собой еще немножечко больше. Сегодня я для вас приготовила корзинку, и да, я рада вас приветствовать на своем канале, меня зовут Ирина. Сегодня я хочу с вами поговорить о пустых баночках, но это тематика декоративной косметики, и у меня тут, по-моему, 11 тушек для ресниц. Так что, если вы хотите послушать мнение о декоративной косметике туши для ресниц, тогда я, конечно же, вас приглашаю к просмотру, усаживайтесь поудобнее, и надеюсь, данное видео для вас будет достаточно информативным и полезным. Начну с того, что данные туши у меня заканчивались, наверное, в течение 2018 и части 2017 года, и вот последняя крайняя тушь, которой я пользуюсь на сегодняшний день. Сейчас я ее покажу, а вот она, это вот эта тушь, сейчас я пробую, точнее вспоминаю Диор, туши от бренда Диор, раньше я ими пользовалась, очень их любила, а вот эта мне попадалась за покупочку. Но к ней вернусь позже, наверное, в самое последнее о ней расскажу. Первое, что у меня закончилось, и я не знаю, возвращаться к данному продукту, не возвращаться, у меня какое-то, знаете, такое перепутье стоит. И, кстати, да, у меня сегодня в кадре не будет, будут только мои ручки. Я осталась на перепутье от такого продукта от бренда Evelyn, это идет Advanced Volume, сыворотка, которая позиционирует себя, активная сыворотка для роста и укрепления ресниц. Щеточка у данной туши выглядит вот таким образом, абсолютная силиконовая щетка. Кстати, очень даже вполне удобная, ей можно, этой сывороткой можно пользоваться, как на ночь, так же данной сывороткой можно пользоваться перед нанесением вашей туши, как основа, как, собственно говоря, я ее использовала. Но что могу вам сказать, данная сыворотка, она мне понравилась, хорошая основа под, простите, задыхаюсь на одном дыхании, вам все говорю, на одном дыхании, и получается, что я так сильно вздыхаю. Ну так вот, данную тушь я наносила себе, как базу под тушь, и могу сказать только одно, она меня устроила, мне понравилась, но вот этой вот тушей, данной сывороткой я пользовалась, наверное, где-то месяца полтора, то есть 5 недель, и за 5 недель я не увидела никакого результата, то есть у меня там ресницы не стали дико расти, они у меня сильно не укрепились, но неплохая, так скажем, достаточно бюджетная основа под вашу тушь. И с ней любая тушь практически выглядит просто идеально, мне она понравилась, я ей пользовалась, но вот как она у меня закончилась, больше что-то я себе не покупала. Ну если вы в поисках какой-то, в принципе, бюджетной основы под тушь, и у вас нет денежек на дорогую основу под тушь, ребят, присмотритесь, можно прикупить во множестве магазинов, потому что косметика, по-моему, правильно называется, Эвенал, она представлена во многих магазинах, так что смело рекомендуем. И, кстати, от нее не было никакой аллергии, зуда и конъюнктивитов, то есть она абсолютно гипоаллергенная оказалась для моих ресниц. Следующее, что у меня закончилось, и знаете, на данную тушь я слышала столько отзывов, это тушь от Maybelline Big Shot, это идет колоссальный, по-моему, объем, у нее очень, кстати, своеобразная щеточка. Вообще тушь от туши Maybelline, они гораздо делать такие различные интересные щеточки, так, чтобы было видно, как выглядит данная щеточка. Она своеобразная, интересная, она таким, знаете, вот, как бы, тут у меня еще и даже осталось, она, ну вот, она какая-то вся такая вот загигулистая, но, что могу сказать. Эта тушь, она осыпалась, она не создавала на моем, на моих ресницах абсолютно ничего, то есть это абсолютный провальный продукт, по моему мнению, мне она совершенно не понравилась, она осыпалась, и ресницы с ней вот как торчали вниз, непонятно какие, так они и торчали. Я ей пользовалась, наверное, ну, ну, неделю, и все, и я больше не смогла, я ее убрала, и пришла к такому мнению, что это не моя тушь от этого бренда. Срок годности у нее 6 месяцев, объем у нее достаточно, достаточно внушительный, целых 9,5 миллилитров, и дизайн у нее, в принципе, такой, знаете, весь золотой, интересный, но она меня не впечатлила. Девчонки, и слава богу, аллергии конъюнктивита тоже не вызвала. Следующая тушь, которая у меня закончилась, о, давайте вот эту, вот эта легендарная тушь от бренда Гурмандиз, представлены эти туши именно в Рив Гоши. Могу сказать так, девочки, это тушь, которая будет просто шикарная тушь из бюджетного, мне кажется, сегмента, которая стоит, это то, что это в пределах 200 рублей, ресницы с ней просто крутые, классные, вот макияж на каждый день. Для меня это была тушь на каждый день, она простая упаковка, щеточка у нее тоже обычная ворсинистая, такая идет, но надо попасть на хорошую партию. У меня была полусуховатая партия, я ее, эту тушь проносила, пропользовалась где-то около месяца, и все, она у меня закончилась. Производство, кстати, сырье данной туши, прописано то, что это итальянское сырье, у меня была она в оттенке черном, да, так что вот как-то вот так вот, но туши мне очень нравятся. Натуральные реснички с ней прокрашенные, черные, они объемные, мне понравилось, так что если у вас ограниченный бюджет, вы в поиске хорошей туши, недорогой, присмотритесь к бренду Гурмандиз, вообще у них еще цветовая палитра разная, так что девчонки смело рекомендуем, так что у меня следующее, что же, что же, что же, ох, у меня тут есть две туши, которые закончились от Шанель, это Dimension de Chanel, и я фанат, я влюбилась, и мне понравилась данная тушь, у меня они идут в каждой в десятом оттенке, это десятка, это идет у нас черный цвет, щетка, это просто отдельный респект, это для меня мега удобная щеточка, которая просто какие-то невероятные вещи делает с ресничками, что могу сказать о самой туши, ресницы прокрашенные, они черные, они такие, знаете, они лаковые, черные, они объемные, с данной тушью можно поставить непослушные ресницы, девочки, у кого ресницы торчат вниз, и они такие, знаете, прям противные, их очень сложно поставить, вот туши от Шанель вам в помощь, единственный минус данных тушей заключается в том, что, ах, они очень быстро заканчиваются, они очень быстро засыхают, и вот этого пробничка, вот этих пробничков мне хватало, вот, ну, если по месяцу я их использовала, это было прям просто шикарно, так что моя любовь, это туши Шанель не вызывают аллергии, раздражения, не осыпается, не расплывается, не отпечатывается, ну, прям 10 из 10, кстати, вот эта вот тушь, она любительница отпечатываться, так что не могу ее порекомендовать, так, следующее, что у меня тут закончилось, тушь от Клиник, туши Клиник, они позиционируются как гипоаллергены, вот это у меня называется Хаймпласт и маскара, обычная натуральная щеточка, ее тут достаточно много, она у меня до конца не засохла, но у меня начался ячмень на глазу соскочил, и я как раз ей в этот день накрасила, у меня соскочил ячмень на глазу, и мне пришлось отказаться от этой туши, потому что я ей накрасила как раз, когда у меня там выскочил, ну, так вот, могу сказать, что данная тушь от Клиник, она дает абсолютно натуральные реснички, ваши реснички, но они более черные, они более, такие, знаете, мягкие, данная тушь делает так, что ваши реснички, они не стоят колом, они прям мягонькие, упругие, и, в принципе, да, на каждый день школьницам в институт себя запачкала, сейчас буду вся в туши к концу видео, в принципе, очень даже подходит, мне понравились туши Клиник, если вы еще не знакомы с Клиник, могу смело порекомендовать, плюсы данных тушей заключаются в том, что они не отпечатываются, не осыпаются, они не раздражают слизистую, щетки максимально удобные, и можно прокрашивать прям близко-близко к корешкам, все, в общем, будет здорово, и вы останетесь довольны, так что вот так вот, ой, блин, следующая тушь, которую я хочу вам показать, ой, убежала, тушь от Make Up For Ever, я прям, знаете, так наделась на данную тушь, и думала, сейчас она сделает на моих ресницах, девочки, простите, за грязный палец, сейчас она сделает на моих ресницах что-то невероятное, могу сказать только одно, данная тушь идет вот с такой вот маленькой щеточкой, которая очень, кстати, удобно прокрашивать реснички, но вот эта паразитка, мне вот этого пробничка хватило всего на два раза, на третий раз она уже была высохшая, и данная тушь начала осыпаться, вот так вот, девчонки, но первые два раза это, конечно, было, ух ты, это было классно, она не отпечатывалась, она не отсыпалась, она не раздражала, не было никакого отрицательного ощущения от ее использования, но вот данного пробника мне хватило всего на два полноценных раза, и я предполагаю, что данная тушь, возможно, очень быстро засыхает, да, потому что, как бы, я не поняла, собственно говоря, все иронии после использования данной туши, почему она у меня так быстро закончилась, почему так быстро высохла, но еще раз говорю, данная тушь не отпечатывается, она достаточно стойкая, и реснички с ней тоже такие, знаете, они как лаковые иголочки стоят, мне понравилось, так что, как-то вот, вот так вот, следующая тушь, которая мне очень понравилась, ой, все полетело, следующая тушь, которая тоже мне очень понравилась, это была тушь от бренда Givenchy, вообще, вам могу сказать, то, что туши Givenchy, это прям, моя тоже любовь, мне нравится данный бренд, и если вы не знаете, с какой люксовой маркой начинает знакомиться, именно какую тушь купить, купите себе туши Givenchy, там на каждую девочку, на каждую любительницу, то, что вы хотите, вы можете найти там все, что угодно, что могу сказать об данной туши, очень, кстати, красивая упаковка, правда ведь, ну вот, ну, даже в косметичке, даже вот, ну, вот так вот, это, ой, классно, вообще, мне понравилось, и начнем с щеточки, щеточка у нее идет такая, достаточно большая, она создает хороший объемчик, она, знаете, делает реснички такими толстенькими, прокрашивать ей реснички достаточно легко, создает она хороший еще раз объем, хорошо прочесывает, реснички становятся такие, знаете, лаковые иголочки, они черные-черные, данная тушь также не осыпалась, она не отпечатывалась, единственное, данной щеткой нужно приноровиться, чтобы накрасить ресницы так, чтобы ваше веко было прокрашено, а не замазано, так что вот так вот, а вообще могу сказать то, что очень люблю туши Givenchy, мне дико не нравится, следующая тушь, которая у меня закончилась, это, а давайте я, вот, вот, что я все протушу и протушу, следующее, что у меня закончилось, это брову тату от Maybelline, я не делала полный обзор в своем инстаграме, с кик 9970, что могу сказать, мне понравился данный продукт, единственное, то, что вот когда вам нужно быстро-быстро нарисовать брови, когда вам надо, чтобы это было все стойко и надолго, на весь день и не размазывалось, и вы будете, к примеру, купаться, это прям классная штука, сейчас попытаюсь ее открыть, чтобы мне не заляпаться, показать, это вот такая вот кисточка с продуктом, у меня она очень быстро, за месяц я ее просто всю израсходовала, в общем, в принципе, неплохой продукт, единственное, но на третий день мои брови становились рыжими, рыжими-рыжими, у меня, кстати, оттенок, по-моему, какой-то, какой же тут у меня оттенок, девочки, медиум, у меня оттенок медиум брови, так что, в принципе, оттенок мне подошел, концепция неплохая, но то, что на третий день мои брови становились рыжими, я это простить не могу, но брови не выдирала, и все брови были на месте, волосики не окрашивала, окрашивала только кожу, следующее, что у меня закончилось, это Лакшн, по-моему, так называется, это сыворотка, по-моему, тушь-сыворотка для роста и укрепления ресниц, я ей использовала данную сыворотку, данную тушь, данный гель, я не знаю, как его правильно обозвать, я его использовала просто для фиксации бровей, и мне его хватило вот срок годности год, и я год после вскрытия пользовалась, и вот, как вы видите, его здесь осталось достаточно много, хороший классный гель, единственное, вот эта вот большая щетка, к ней нужно приноровиться, но, в принципе, даже неплохо, хорошо фиксировал, да, действительно, я увидела то, что укрепление было бровок, и когда я наносила данную сыворотку на реснички, реснички тоже были, в принципе, такими упругими, я даже наносила как базу потушь, но как база потушь мне не очень понравилась, на самом деле, какое-то такое непонятное двоякое ощущение, но такой своеобразный продукт на ресницах, на брови мне пошло отлично, так что, еще раз говорю, именно укрепление ресницы бровей я заметила, роста я не увидела, подойдет для, в принципе, подойдет как основа потушь, и как фиксация ваших бровок, так что хорошо фиксирует, прям намертво. Следующее, что я прям очень полюбила, это была тушь The Shock, это новинка 2017 года от Yves Saint Laurent, Ребят, я влюбилась тоже в эту тушь, мне понравилась, щетка у нее тут прям ого-го какая, она удобная, кстати, у данной туши есть такая своеобразная интересная душка, мне понравилось, как она прочесывает реснички, мне нравилось, как она давала объем, длину, мне нравилось, как она их фиксировала, для меня фиксация и моделирование ресниц, оно стоит тоже на первом месте, поэтому я всегда туши выбираю, которые точнее делаю акценты, и мне нравятся туши, которые моделируют ресницы, вот эта тушь мне это дала пробничком, и этим я пользовалась где-то около двух месяцев, и с учетом того, что здесь его всего два миллилитра, и как вы видели, щеточка еще в туши, мне ее хватило в полной мере. Единственный минус у люксовых тушей, которые я вам сейчас покажу, вот эти вот, наверное, которые мне очень сильно нравятся, это их цена, ценовая политика, конечно, да, не для каждой девочки, и с учетом того, что шанелевские туши, они засыхают буквально через месяц, засыхают буквально через месяц уже, то есть как бы это получается, ну, не очень, так, знаете, хорошо для туши такого сегмента и такой ценовой политики. А вот эти вот туши могу посоветовать, даже если у вас ограниченный бюджет, потому что три месяца смело вы пропользуетесь данной туши, и да, девочки, ставим себе пометку, что тушь мы меняем раз в три месяца, и рассчитывайте именно на это, то, что тушь, сколько бы она ни стоила, ей максимум можно пользоваться именно три месяца после истечения трех месяцев туши надо выбрасывать. Вот эти туши мне понравились, три месяца они точно отработают, шанелевская тушь, конечно же, нет. Так, следующая тушь, что я вам хочу показать, так, у меня здесь есть фикс, это фиксирующий гель от Artvisage, мне он очень нравится, супер фиксация, он был прозрачного цвета, он у меня окрасился из моего карандаша, тут у меня вот такого наттенка, обычная небольшая щеточка, такая, знаете, стандартная, дико бюджетный гель для бровей, тут, по-моему, сейчас вам скажу, сколько миллилитров, по-моему, около 5 миллилитров, 4,5, либо 5 миллилитров данного геля, мне его хватает где-то на полтора месяца при регулярном использовании, а бровки я фиксирую и оформляю ежедневно, здесь еще содержится провитамин В5, не знаю, как витаминизирует, но бровки фиксирует прям вот так же из бетона, но если ставить, к примеру, соотношение цена и качество Artvisage и вот этот Lection, могу вам посоветовать лучше купить Lection, вам хватит его, во-первых, на дольше, и цена получится бюджетней, вот этот, хотя он стоит около, там, по-моему, 400 рублей, а этот около 100 рублей, так что делайте выводы сами, но они одинаково хороши, вот этот, единственное, хватает его прям на год при регулярном использовании, так что у меня еще здесь есть, у меня есть тушь от L'Etoile, и, знаете, эта тушь идет с ворсинками, она, ой, как я люблю затягивать туши так, это вот я вся в этом, вот, она такая вот идет ворсинистая, единственное, к ней нужно приноровиться, у меня она идет в графитовом цвете, видите, она такая с ворсинками, ребята, мне понравилась данная тушь, она мне понравилась, и смело ей можно пользоваться полтора месяца, через полтора месяца она уже начинает себя не очень хорошо вести, у нее появляется неприятный запах, но с учетом того, что данную тушь, с учетом того, что данную тушь можно купить на хорошей скидке, на хорошей скидке, то я могу вам посоветовать данную тушь, 103 оттенок, удобная щеточка, она не осыпается, она не крошится, единственное, щетка очень колется, если ворсинки попадают вам на слизистую, вы прям вся исплачетесь, но мне понравилось, как данная тушь моделирует, мне понравилось, как данная тушь себя ведет на ресницах, если к ней приноровиться, то вы не будете заляпываться, когда окрасти реснички, а если не получится приноровиться, то вы заляпаетесь, в общем, мне данная тушь понравилась, единственное, вот видите, после постоянного ей пользования, какое вот оно все получается неопрятное, ничего не стала отмывать, показываю вам, как есть, в общем, ребят, мне тушь понравилась, могу сказать так, хорошая, неплохая тушь, объем 8 мл, годин, тададададо, это произведено в Италии, я Италию очень сильно люблю, приобрести можно в магазине Литуаль, либо онлайн. Итак, и крайний продукт, это у меня тушь от Стил, на нее есть обзоры, скорее всего, те туши, которые я вам сегодня какие-то показывала, я еще продублирую более подробно, может быть, и сниму к себе в Инстаграм, для того, чтобы вы могли себе сохранить закладки, и чтобы вы были в курсе о тех или иных, к примеру, туши, чтобы вам не рыться в моих видео здесь. Тушь Стил, это одна из тех бюджетных тушей, она мне приходила, кстати, в рассылке, что могу сказать, грандиозная щеточка, здесь бы поменьше щеточкой, чтобы она была силиконовая, вообще классный вариант, она классно моделирует, она не осыпается, она дает черные угольные реснички, они как иголочки, она стойкая, она прям очень стойкая, и очень сложно смыть с ресничек, хорошо смывается гидрофильным маслом. Тушь всецело мне понравилась, аллергии не вызвало ничего плохого, конъюнктивитов там чего-то, знаете, вот такого не было. Мне понравилась данная тушь, вот такая она вот зелененькая идет, у нее объем 12 мл, нереально большая, и нереально большая у нее щетка. Щетка мне не очень понравилась, тут бы, еще раз говорю, подошла больше силиконистая щеточка, так что вот так вот. Ну что, ребят, все мои туши, которые я хранила для вас, чтобы снять это видео, да, оно получилось длинным, но, надеюсь, для вас на информативном. 12-11 туши, которые я вам показала, надеюсь, для вас это видео было полезным. Если так, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписаться на мой канал, если вы зашли ко мне впервые, подписывайтесь на мой инстаграм, мискик9970, я очень рада вас там видеть у себя в друзьях. В общем, участвуйте, комментируйте, лайкайте, и да, я рада вас видеть и приветствовать на своем канале. Большое спасибо, что вы досмотрели данное видео до конца. Всех люблю, целую, с вами была ваша Ирина, увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok